Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара Гиз. Мысль затянуть ремни неожиданно пришла в головы сенаторов. Совет Федерации решил сократить свои расходы на 75 миллионов рублей. Правда, это не сами сенаторы догадались, а Минфин предложил. А такие предложения не стоит игнорировать даже Сенату. Совет Федерации уже сократил количество зарубежных поездок и размер делегаций. В бюджет Совета Федерации на 2015 год заложено 4 миллиарда рублей. Кстати, такое же предложение поступило и в Госдуму. На нее в бюджете на текущий год заложено почти 7 миллиардов 300 миллионов рублей. Пока депутаты предложили сократить аппарат Думы, но от поездок не отказались. Жаль, никому не пришло в голову урезать депутатам зарплаты. И это вот они точно заслужили. Решение правительства России выделить 20 миллиардов рублей на субсидирование ставок по ипотеке значительно поддержит отрасль, а банки начнут кредитовать население по новым правилам уже с начала марта. Ожидается, что оживление в банковском секторе как раз в марте и начнется. При этом конечная кредитная ставка по льготной программе может составить 13% годовых. Но получить заем на этих условиях можно будет только при покупке жилья на первичном рынке. Попасть в Чехию станет сложнее. Не то, чтобы чехи не пускали россиян, просто в регионах активно сокращают полетные программы в Чехию, а в Москву наоборот выходит новый чешский перевозчик. Однако столь полярные изменения, происходящие на рынке авиаперевозки в Чехию, оправданы текущей ситуацией, считают эксперты. И недостатка перевозок туроператоры не ожидают. Скорее, легкий переизбыток. Ну, действительно, в Москве будет переизбыток. Все же в Прагу через столицу полетят. Российский фондовый рынок открылся ростом. Индекс ММВБ в полюсе на отметке 1656 пунктов. Среди лидеров роста – Солерс, Башнефть, МТС, Акрон и Распадская. Аутсайдеры – Алроса, ФосАгро, Северсталь, ГМК, Норильский Никел и Полюс Золото. К открытию торгов в России сложился позитивный внешний фон. Американские фондовые площадки по итогам вторника закрылись в полюсе. Повышение нефтяных котировок и попытки закрепиться выше 60 долларов за баррель сформировали спрос на акции нефтегазового сегмента, что в основном и повлияло на уверенный рост американских индикаторов. Азиатский рынок торгуется преимущественно с позитивной динамикой. Курс доллара на 4 февраля – 67,77 рубля. Курс евро – 76,82 рубля. Золото стоит 2791 рубля за грамм. Серебро стоит 37,52 рубля за грамм. Цена нефти марки Brent – 58,79 долларов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах!